Главное не упускать возможность, брать инициативу в свои руки и творить, говорят участники форума «Россия – страна возможностей». Они уже на себе проверили, куда ведут социальные лифты. Собственно, для этого и создавалась одноименная платформа, объединившая 14 всероссийских конкурсов, проектов и олимпиад. Ее инициатор, президент России Владимир Путин, посетил форум и пообщался с участниками. Специальный репортаж о значимости событий уходящей недели от моих коллег Ирины Волковой и Андрея Шоклева. От Калининграда до Камчатки, от школьников до серебряных волонтеров, более 6,5 тысяч участников масштабных всероссийских проектов. Я все-таки хотел бы каждого из вас и спросить, а ты сможешь? Да, могу! А другого... Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать. И страна, наша Родина, любимая нами Россия, она ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки. Потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна. Она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться. Гордимся и будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее. И мы сделаем это вместе. Да? Да! Что они могут, уже доказали. Каждый из них попробовал силы в конкурсах. Лидерских, профориентационных, творческих. Россия – страна возможностей. Это открытая платформа, которая объединила 14 всероссийских проектов и конкурсов. Это и WorldSkills Russia, молодые профессионалы. Обилимпикс, профолимпиады для людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс управленцев, лидеры России, Таврида и другие. Проекты призваны развить систему прозрачных лифтов, то есть помочь реализовать себя талантливой молодежи и профессионалам своего дела. Например, мой первый бизнес – конкурс бизнес-проектов старшеклассников. Двери лифта открылись для Дарьи Баскаковой, одиннадцатиклассницы из Чебоксар. Следующий этаж – один из ведущих вузов страны. Я получила грант, и если я пишу ЕГЭ на минимальный балл, порог прохожу. Если я его прохожу, я успешно поступаю в районе Плеханова. От участия в проектах к их созданию перспективные идеи поддерживает фонд президентских грантов. Форум дал возможность встретиться представителям фонда и лидерам и обсудить дальнейшее взаимодействие. Фонд президентских грантов – это та организация, которая готова слышать, слушать, и что самое классное, на мой взгляд, она готова развиваться постоянно. В этом году мы выиграли грант фонда президентских грантов на реализацию проекта «Донора Крови Чуваши». Насыщенная программа с утра до вечера. Мастер-классы, дискуссии, лекции – они проходили одновременно. 35 площадок. Настолько интересные и полезные, что появлялось желание раздвоиться или перемещаться во времени. Мы так тоже посмотрели, очень-очень много площадок, и все очень интересные. Площадки интересующие нас. Допустим, мы собирались на выставку волонтеров-медиков и тому подобное. Волонтеры – добрая часть участников форума. Здесь они объединялись и придумывали, какие еще социальные проекты нужны России и регионам. К этой теме особое внимание, потому что 2018 год объявлен годом добровольца. Это касается огромного количества людей. Людей, которые только начинают участвовать в волонтерском движении, которые в нем уже давно или хотят к нему присоединиться. В Чувашии в прошлом году, в 2017 году, у нас проходила программа набора волонтеров для проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Была подготовлена качественная команда ребят, которая представила регион и более того, представила страну. Что доброволец – это обязательно школьник или студент, этот стереотип разрушают люди в возрасте, готовые безвозмездно помогать другим. Они – серебряные волонтеры. Наше серебряное волонтерство только-только начинает развиваться. Есть, ну как вот, экспресс-бабушки есть, да, есть ветераны у нас есть. И мне бы хотелось здесь набраться опыта и все-таки централизованно, чтобы у нас все было. Форум – это площадка и для серьезных разговоров с министрами федерального уровня, о возможностях для России в мире с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. О перспективах и вызовах с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным. У нас в ближайшие лет 15 существенно сократится доля молодого населения в трудоспособном населении. Вот, в общем, я бы сказал, у нас даже может сложиться дефицит молодых людей, быстро обучаемых, мобильных, современных, творческих, креативных. Это означает, что нам нужно и более старшее поколение, среднее, и более старший возраст помогать, переучивать. Число крупных всероссийских конкурсов и проектов будет увеличиваться, заверяют организаторы. А значит, еще больше расширятся возможности и заработает еще больше социальных лифтов. Ирина Волкова, Андрей Шоклев из Москвы.